Нет! Давай, давай! Красавчик! Морковка, умничка! Лучше! От победы сильные эмоции, но за лидерство пришлось хорошо потрудиться. Во-первых, пробежать тяжелую трассу с многочисленными подъемами и спусками. Дети преодолевали дистанцию в 2 километра 400 метров, а подростки в 3 километра. И во-вторых, полностью сконцентрироваться и выстрелить четко в цель. На огневом рубеже 5 мишеней и столько же попыток. Не получилась стрельба, это стойка. Я накосячил и получается в спуске в основном. То есть как не раскатывался, не мог добежать, то есть есть над чем работать. Есть над чем работать и тренерскому составу. По алтайским биатлонистам хочется как можно чаще принимать участие в разных турнирах, набираться практики и опыта. Для сравнения, на данном первенстве города собралось около 120 человек со всего края. Плюс приехали гости из республики Алтай. К слову, на последнем первенстве региона биатлонистов было в разы меньше. И причин на это несколько. Лето, да, то есть у всех каникулы, то есть мы проводили зимой, летом у нас не было таких соревнований каникулы, есть возможность как бы у всех приехать, один момент, да. И второй момент, то есть в прошлом году первый раз провели и как бы посмотрели, что для детей это интересно, для детей вообще мало соревнований по биатлону проводится именно для такого возраста. Если бы не поддержка спонсоров, турнир мог и не состояться. Во многом организовать соревнования помогли комитет по физической культуре и спорту города Барнаула, Союз ветеранов биатлона Алтая, Алтайский сыровар, сеть блинных сковородов на и Барнаульский пивоваренный завод. По итогу стартов чаще всего на пьедестал восходили спортсмены из Барнаула, Республики Алтай, Заринска и Ребрихи. После этих стартов биатлонисты немного отдохнут и в конце августа их ждет кубок Сергея Тарасова в селе Алтайском. Он-то и закроет спортивный сезон биатлонистов.